Учитывая, что вы все-таки имеете большой опыт работы в спецслужбах, вы знаете и менталитет, и методы этой работы российских представителей щита и меча. И речь идет о расследовании, которое недавно было проведено глобальным проектом по изучению политических отравлений. Вот такая информация появилась, что ни в одной стране мира, констатирует этот доклад, власть не так активно не пытается убирать политических оппонентов с помощью ядов, как в России. При этом нередко их используют из-за границы. Ну, наверное, это не является ни для кого секретом уже. Но в докладе анализируется 77 случаев за последние 90 лет, в которых есть достаточная информация об отравлениях, симптомах, ядах и прочее. Как выяснили и исследовали, в России было совершено 18 политических отравлений. Таким образом, Российская Федерация использует отравления как метод убийства чаще, чем любое другое государство. И охота на многих жертв ведется в Европе. Вот и рост числа зафиксированных случаев может быть напрямую связан с отравлениями, организованными Россией после прихода к власти в 99-м году Путина, который стал использовать яд как в прошлом отличительный инструмент КГБ для подавления оппонентов. Геннадий, а может ли быть так, что даже это всего лишь является верхушкой айсберга? И вот полного масштаба мы не знаем. Сколько случаев недомогания разных оппозиционеров. Помните Дмитрий Быков в самолете тоже свалился с непонятной болезнью. До сих пор непонятно, что это было. Понятно, он был отравлен. Не ходи в годах, тут даже не сомневайтесь. Я думаю, что это не верхушка айсберга, Питер. Это верхушечка айсберга. Маленькая верхушечка айсберга. Я вообще допускаю, подчеркиваю, что опыты по применению яда вообще велись на живых людях, каких-то там заключенных или не заключенных, или вообще там велись на оппозиционерах и прочее, прочее, прочее. Потому что опыты с ядами в России идут давно. Ну, давайте мы вспомним, там еще питерское отравление, как его бывший охранник Путина, Рома Цетов. Его же там дважды отравили. И это только, я говорю, это верхушечка айсберга. У меня просто есть тихое подозрение, что сотни людей подвергались таким экспериментам с разной степенью успешности. У меня в этом, это мое личное внутреннее убеждение, подчеркиваю. Но я думаю, что вряд ли я ошибаюсь. Вряд ли я ошибаюсь. Случаев намного больше. Я думаю, что это вообще системные вещи. Потому что лабораторию ядов внутри ФСБ никто не отменял. Ну, там, биологические институты. Никто не отменял. Они существуют, не производят. Они ищут новые методы, формы, составы и так далее. Поэтому, к сожалению, это говорит только о моральной нравственности режима. Понимаете? Это не уровень безнравственности, аморальности, деградации политического режима и его руководства. Это вот только об этом свидетельстве. Подождите, но мы же говорим об анализе, который покрывал 90 лет. То есть, можно сравнить масштабы применения яда сейчас с масштабами в Советском Союзе? Здесь вспоминается, разумеется, этот легендарный случай укола, если я ошибаюсь, в Лонгии болгарского дипломата кончиком зонтика. Ну, давайте так. При сталинском времени, тут вообще не приходится говорить ни о какой бумажности, сталинское время такого кровавого периода, страшного периода. Ну, сталинский, вот, по 1953 год, ленинский, сталинский. Такого кровавого периода, такого геноцида собственного народа не знала ни одна нация никогда в истории человечества. Я утверждаю это. Что касается советского периода, да, такие операции были, но они носили единичный характер. Все-таки они не были поставлены на поток. И только с приходом Путина, с определенного момента, ну, наверное, это какой-то там 2002 год, 2001, 2003, это поставлено тоже на системные рельсы. Есть институты, есть сотрудники, есть лаборатории, есть исполнители, которые реализуют программу различных отравлений. Начиная там с Литвиненко, с Крепалей, далее везде. Вот поэтому слышно, там, Плитковская Анна была отравлена, помните, когда она там приезжала в Чечню, пыталась детей спасти. Вот, и так далее. Бесланские события. Да, да. Там очень много было. Поэтому я думаю, что вот на системный уровень эти случаи отравлений, подготовки, покушений поставлены в путинское время. Ну, тот же Алексей Навальный, мы прекрасно знаем, как работала целая большая группа людей, которые пополняли задачи по подготовке условий и создание ситуации по отравлению Навального. Это системное явление, которое говорит о том, что Путин больной. Путин больной. Совершенно нормальный человек этого делал. В очередной раз констатируем этот факт. Спасибо большое, Геннадий, что были нашим сегодняшним гостем. Друзья, президент политик Геннадий Гудков. Субтитры создавал DimaTorzok